Приветик всем! С Вами снова я Марина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотела бы сделать коротенькое видео и ответить на многие вопросы, которые мне пишут по поводу моей хлебной диеты, на которой я похудела на 63 килограмма. Ну что ж, первый вопрос был такой, как много можно хлеба в день есть? Я скажу так, что я ела всегда, когда была голодна. Первое время я даже ела на ночь, вечером. Позже уже стала потихонечку вечернее питание убирать после 6-7, так вот где-то. А по первости оно сбрасывалось по килограмму сначала в день, потом по полкило, потом уже по 200 грамм. То есть уже организм привыкает и сбрасывается меньше. И там уже будете сами регулировать. Хочу отметить плюсы этой диеты. При этой диете Вы никогда не будете чувствовать голода. У Вас никогда не будет кружиться голова, слабость, как это происходит при других монодиетах. Гречневых, на яблоках или на кефире там, или на чем-то. Дело все в том, что хлеб он сам по себе, как бы калорийный продукт. И большой плюс, что Вы можете выбирать. Вы можете сегодня с изюмом взять, завтра простой, послезавтра белый, на следующий день черный, другой день с семенами или орехами. То есть у Вас каждый раз будет разное меню, и Вы не будете привыкать и страдать от того, что Вы там не доедаете или голодны. Но во всяком случае, так именно происходило со мной. Потом Вы не будете выпадать из обычной жизни, как это происходит на диетах. Если Вы пришли с друзьями в кафе куда-то, то всегда чайно на худой конец кофе Вы можете взять плюс какую-то булочку, и все прекрасно. Ваш вес все равно будет сбрасываться, потому что это монодиета, и так происходит во всяком случае. Хотела бы сказать, что мой муж, он тоже похудел на такой диете на 35 килограмм, но он придерживался не именно такой диеты, он изобрел себе свою собственную. Значит, он ел в день хлеб, но намазывал очень-очень тонко каким-то маслом или маргарином и ложил какие-нибудь огурцы или помидоры. Вот это вот было его питание. Вес сбросился очень быстро, причем он избавился от такого ужасного заболевания, как диабет. Ну, диабет ему еще не поставили, но у него был очень завышенный сахар в крови, ему уже назначили, как бы сказать, ходить в группу поддержки диабетиков, где диабетики собираются и обсуждают свои проблемы. И вот он даже был на нескольких занятиях, и теперь он забыл, что это такое. Уже 5 лет сахар в норме, и ничто его не беспокоит, чему он очень тоже рад. А позже, конечно, он все равно стал веганом, так же, как и я. Дальше хочу отметить, что эта хлебная диета по сей день помогает мне. Я, конечно, веган, вес у меня особо теперь не прибавляется настолько, чтобы совсем там уж и расстал сидеть. Но бывает 1-2 килограмма, когда побольше поешь, побольше попьешь, после какого-нибудь праздника, всего лишь один день хлебной диеты, и у вас все в норме. То есть я настолько рада, что эта система попалась мне на пути, потому что ни одно, ни одно, ни один метод похудения не привел меня ни к какому, даже приблизительно подобному результату. Вот. Так что подумайте, попробуйте. И, знаете, вот когда я начала эту диету, я бы ее уже давно бросила и забыла бы о ней. Но я видела результат, ежедневный результат. Каждый день вы встаете на весы, видите, вес сбрасывается, ура, просто ура. И вы не голодны, это тоже самое главное. Ведь существует такое, как бы сказать, не знаю, как уже объяснить по-русски. То есть человеку в день, чтобы организм у него не затребовал чего-то большего, ему нужно есть кислое, сладкое, соленое, горькое и какой-то еще, не помню. По-моему, как... Ну, в общем, не помню. Но, в общем, все вкусы нужно сочетать. И хлебная диета, она вот в этом поможет. То есть сегодня вы можете сладкий хлеб есть, завтра соленый, послезавтра с орехами или с чем-то. И организм не будет так бунтовать. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать. Это самая лучшая диета, на мой взгляд. Самая лучшая, которая будет сопровождать меня теперь всю жизнь. И напоследок я хочу вам кое-что показать. Вот это вот такие вот штаны. Небывалой ширины, которые я носила, когда была на 63 килограмма больше. Вот с такой вот талией. Это где-то в два раза больше, чем я сейчас. Не знаю, видно хорошо или нет. Я их храню. Храню, чтобы они напоминали мне мои ужасные ошибки. Ведь, когда я была полная, можно сказать, лишила себя очень многого времени быть счастливой. То есть никаких пляжей, никакой модной одежды красивой. То есть это совсем просто ужасно. Всегда прикрываешься. Если в гости кто-то придет, всегда на живот подушечку или руки сложишь, чтобы... Ну, все равно неприятно. Я уже говорила в одном из видео, если человек полный, но ощущает себя хорошо, да и ради Бога. Если он чувствует себя хорошо, и пускай. Но я себя чувствовала очень много лет плохо. И физически, и морально. И поэтому это счастье, что я нашла эту диету. Повстречала ее на пути. Поэтому не становитесь такими. Возьмите за себя. Ведь можно похудеть и не особо напрягая себя, как говорится. Ну, вот и все, что я хотела сказать. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Пока!